Так, президенту письмо. Значит так, начнём. Уважаемый президент Буш, но не тот Буш, у которого куриные ножки, а тот Буш, который Буш сына, то есть сына того Буша, ножками, которыми мы питаемся. Короче, Жорик, младшенький. Не, назову просто Жор. Второй. Так, второй. Пишет тебе сестра-чесальница-мотательница Вилетта Васильевна Кузнецова из города Мурманск. Слушай, Жорж, прими от нашего города глубочайшие хай-ду-ю-хай-хай. Хе-хе-хе. Дую-ду-ю. Ой. Жорик, я слышала, что ты самый умный президент во всём мире. Чё, так и напишу в мире. Президент. Поэтому наверняка знаешь, где находится город Мурманск. Но на всякий случай я тебе объясню. Мурманск это город возле моря. Россия такая страна на глобусе, на голубом глобусе. И это... Глобус это такая круглая штука, которая вертится. Ой, вертится вот так, вот так. Спокойно, серьёзное письмо пишу. Американцу найти Россию очень легко. Нужно взять глобус, найти на нём Америку. Вот, Жорик, слушай, если Америку чуть-чуть наклонить вниз, то сверху окажется Россия. Жорик, теперь смотри, найти Мурманск ещё проще. Нужно взять вязальные спицы, найти город Вашингтон и проткнуть глобус Москвой. То спица как раз выйдет в город Мурманск. Теперь ты знаешь, где я живу. Ой, видишь, как у нас всё просто. Да, ура. Так, дальше. Уважаемый Буш-2, во-первых, в своих строках слух письма. Хочу тебе сказать, Жорик, ты мне должен денег. Да, а именно 8200, 500 рублей и 50 копеек. Жорик, дело в том, что я три года копила ваши доллары на свадьбу моей дочери. И что накопила-то, а? 3000 по курсу 30 рублей. И что получилось, Жорик? Ваш хвалёный доллар опускался всё ниже и ниже, как без ума в акваланге. Баба Шура сказала, что он ещё всплывёт. Я долго шла, пока он всплывёт. Но ваш зелёный Титаник опускался всё ниже и ниже. В общем, Жорик, не стала я рисковать. Поменяла ваши зелёные на наши спелые. По 20 рублей. Вот так. Поэтому прошу срочно вернуть мне разницу и обязательно в рублях. В рублях. Так. Жорик, тихо. Если у тебя нет в рублях, ну ладно, так и быть. Прошли нам в Мурмус в вагоне Кока-Колы. Мы, значит, коровы напоим им, и будет молоко с газами и удобрение с глюкозой. Милый Буш-второй. А я слыхала, прежде чем попасть в Белый дом, ты был в комбое с ранчо. Жорик, скажу тебе честно, у меня тоже есть ранчо. Только оно небольшое, шесть соток. Бывает, выйдешь утром на ранчо, возьмёшь тяпку, залезешь в огород по самые помидоры и думаешь, ой, красота какая, ой, неописуемая. У нас в деревне много смотрит телевизор. Ну и себя ругает потом. Вот, например, у нас дядя, Коля, сказал, что ты хочешь установить какие-то ракеты в Польше, чтобы защищаться от крестьян и зирана. И то, что ты человек на букву М. Это, милитарист. Жорик, я, конечно, в политике не разбираюсь, но мне кажется, я разгадала твои истинные планы. У нас в России бабы догадливые. Значит, так, когда весной из Азии птицы, больные птичьим гриппом, полетят в Америку, ты будешь их отстреливать в Польше. Так что, ты не какой, как понимаешь, милитарист. А это очень мудрый человек. И дальновидный. И дальновидный. Вот, Жорик, смотри. Я вот смотрю на тебя и хочу сказать. Какой-то ты уставший. Устал ты очень. Слушай, возьми откус и приезжай к нам в Мурманск. Но если у тебя появятся свободные дни. Иди, слухай, возьми с собой эту подругу. Кэндолизу. Вот эту свою, как ее там. Лизу. Мурманск. Жорик, у нас такая красота, ой, лес, поле, озеро, пруд, море. Поедем с тобой в лес, Жорик, ой. Только, знаешь, когда начнем собирать грибы, надо быть очень аккуратным. Потому что в грибах, главное, не перепутать. Съедобные с поганкой. Я знаю, что ты часто все путаешь. Вот недавно спутал Австралию с Австрией. Поэтому с грибами это не прокатит, Жорик. Значит так. Есть три виды грибов. Съедобные, поганки и глюксогены. Жорик, честно скажу тебе, судя по твоим речам с третьим видом грибов, ты меня слыхал точно. Во, у нас еще, значит, есть мечта вот такая, чтобы ты приехал. Скоро об этом мечтает, поближе познакомиться. Ну, вот мой дядя, Жор, у нас мечтает это, с тобой познакомиться. Он тоже, как и ты, два года в сороке отсидел, четыре года. Так что у вас будете с чем поговорить. А у нас сосед еще есть, Михалыч. Он всю жизнь проработал крановщиком, так что он тебе поможет поднять ваш этот доллар. Слушай, я вот тебе все пишу, пишу, а у тебя ведь может посникнуть это, с деньгами на пряжка. Жорик, не волнуйся. Мы всем городом скинемся тебе и пошлем тебе денег. Жорик, ждем тебя с нетерпением. А как найти наш город, ты знаешь? Ну, на всякий случай, Жорик. Мы все-таки решили подарить тебе глобус и спицы. А чтоб тебе легче было найти Америку, мы на Америке поставили шижный крестик. О, гляди. Так что ты найдешь Америку и наш город, Мурмус. На раз. Ну, а теперь, милый Жора, позволь мне тебя отгубастить. Ай, кисью. Тебе одним кисом. Прямо. Твоя страшная поклонница Вилета Василина Кузнецова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова